Всем привет! Сегодня у нас 6 мая 2021 год. Нахожусь, как видите, в УАЗике Патриоте. Хотел давно все снять такой обзор УАЗика Патриота после определенного срока эксплуатации. Этот УАЗик 2008 года выпуска. Я купил его где-то в 2011 году примерно. В 2011 году, да, где-то. Три года уже было машине. Пробег был 18 тысяч. На Авито нашел объявление это. За 480 я купил его. Перед этим сначала я хотел купить новый УАЗик. Съездил в город Березники, тут на 130 километров. Оставил предоплату уже. Не помню там сколько. 1200, наверное, 150, сколько-то, не помню. Тогда он новый стоил что-то 500 с чем-то вроде бы. Максимально не стал брать кондиционеры эти, там вся эта ерунда. Она все равно ничего-то толком не работает. У брата у меня был УАЗик с кондиционером. Он ни хера не работал. Он что включаешь его, что не включаешь. Или он не работал у него толком. Что-то он там его делал. И, короче, ни херена толку от этого кондиционера почти нет. Заказал УАЗик, короче, оплатил. Сказали мне где-то месяц на примерно ждать. Я ждал, ждал где-то неделю, наверное, так примерно. А сам в интернете тут давай смотреть. Мне, чтобы сразу же посмотреть объявление, где-то на Авито, где вот так, поинтересоваться, какие цены там, ну, уже подержаны, что взять, допустим. Пока ждал, увидел вот это объявление, вот этот УАЗик продавали. 18 тысяч пробег был, ну, он видно потом, я сиди посмотрел, ну, такой, он видно, что с виду нормальный такой, как бы, не ободранный такой ничего. Но видно, что новый. В салоне видно, чувствуется прям в смысле, что краской так пахнет, как бы, ну, видно, что он. И за 480, вот его продавали, я купил сразу же. 13 лет машина отъездила. Ну, он толком, как бы, так много-то не ездил сильно, так сказать. Так, включаю зажигание, сейчас посмотрим пробег какой тут. Так, вот он пробег. 148 800. Один из минусов вот этой панели, ну, стекла вот этого. Оно какое-то стекло, ну, стекло типа, короче. И оно царапается постоянно, вот так вот протираешь им чем-то тряпочкой или чем потихоньку так. И оно царапины делает, тут какие-то вообще сильные такие царапины, вон. Получается, я 130 проехал со дня покупки. Подогрев сидений. Пичка вот здесь есть дополнительная. Тут, где-то вот тут оно включается. Вот тут дефлекторы. И все они сломались, эти дефлекторы там. Ну, короче, дети маленькие, у меня парень маленький, он тут сидел постоянно маленький. Ну, так ногами тык-тык-тык сюда. Укол, что ли, как-то, я не знаю, как он что тут делал. И тут все выломалось. Неудобно вообще сделано. По идее, тут, ну, кто угодно может так тыкаться просто ногами и все сломать. Здесь дефлекторы еще идут. Вот здесь и здесь. Это с передней печки идет, с основной. Сюда тоже на ноги дует. А так, в принципе, вот эта печка, она сильно даже не нужна. Но это, говорю, это когда сильные очень такие морозы. Там 35 градусов. Ну, 30-35, там 40, там, я не знаю. Ну, такие, как бы, у нас редко бывают. В такую погоду все равно никто не ездит обычно. Как бы, ну, стараются дома сидеть, никуда не ездить. А куда ехать-то там, я не знаю, оно вообще опасно ехать. Где-то поедешь, там, сломается машина. Она может сломаться, между прочим, там, замернуть может сапун даже. Была такая ситуация, сейчас расскажу. Как-то поехали куда-то в Пермь, что ли, куда, я не помню. Тут от города немного отъехали. Градусов, ну, так, 30 где-то был мороз. Если не больше даже, наверное. А морда у меня не закрыта была. По идее, конечно, надо морду обязательно закрывать. Так, сейчас покажу сразу. Вот сапун, вот он, эту крышку снимаешь, три болтика. И вот он идет туда, как бы так вот, шланг. И вот сюда идет. И идет на вход. И, короче говоря, смысл какой. Я еду, еду. Чего-то раз маслом завоняло. Чего-то такое, ну, вот. Лишь, например, как масло, ну, таким горелым маслом, в смысле. Чего-то горит масло где-то, не понял. Остановился, раз, капот открываю, а тут дымовуха такая охерачит. Ну, даже капот еще не открыл, уже дым. Смотрю, дымища, что-то какая-то. Капот открываю, здесь, короче, все в масле. Еще, получается, давлением сюда выдавил. И масло через вот этот, через эту трубку, вот она, трубка такая. Тоже сделали какую-то херень. И она, вот эта трубка сейчас не держится, вон она вылазит. Туда-сюда, вот так можно достать ее, вот так вот, достает вообще. Тоже, что-то шляпу вот такую делают. И давно так уже стало. Много не вышло масла. Ну, на нижнем уровне, там, как бы, оно достаточно работать-то будет. А стало зачем? Вот здесь вот, в этом стопуне, вот здесь конденсат как бы получился там. Ну, я не знаю как, но это обычно зимой тут конденсат делается. Вот замерзает потом вот здесь вот на входе или где-то вот тут, не знаю. Вот заслонка замерзает тоже дроссельная. У них бывает такая фигня, если можно, если не закрывать. Ну, кто зимой ездил на УАЗиках, знают про эту фигню. Ну, получается, здесь конденсат накопился, видать, ну, как пары какие-то из двигателя там выходят, все равно как бы конденсируется. И здесь так сделано как-то по-дурацки. Там, как такая полость идет, как бы сбоку, ну, как выход с двигателя, так это идет, как дырка, отверстие, кверху сюда, под крышку под эту. Тут мембрана такая еще. И потом вниз так идет, как бы, вот эти газы проходят вниз, там полость такая, и в трубку, вон она трубка. Вот она, ну, блин, сейчас плохо видно, вот она трубка, да, выходит. Она внизу там как бы сделана. И, как получается, пары-то вот эти, они поднимаются так кверху сначала, и туда выходят вниз. И вот в этой внизу, а внизу там как бы стеков никаких нету никуда. Там, как получается, вот эта вода накопилась вот тут. Пока, вот, видать, ну, тут продувалось все, так как бы холод, морда не закрыта была. И потом я тут, хорошо, у меня тряпочки такие-то были, я тут все вытер, протер тут все, как бы это масло. И поехал дальше. А, разобрал эту штуковину, разобрал там, выковыривал этот лед. Вот, там так, давай отверткой ковырять, там прям лед такой внутри. Оттаял ее и поехал дальше. Вот такая фигня была, я говорю. И это вот на многих вазиках такая ерунда. Ну, происходит так, по-это частенько. Кто не знает, если вот про это. Так можно поехать куда-то в дальнее путешествие, так скажем, где-то, особенно, где никаких дорог нету. Будешь ехать, ехать, масло все вот так вытекет или что-нибудь, я не знаю, все сальник выдавит на коленвале. И все. Тут вожу с собой антифриз постоянно. Добавляем, потому что где-то потекает понемножку, так, ну, не сильно, по чуть-чуть, так где-то уходит. А, когда уазик-то купил, сразу поставил газовое оборудование, вот оно стоит до сих пор. Все работает, вот оно. Тут, а, вот датчик накрывался, вот этот недавно. Датчик давления, мап-датчик называется. А, вот этот датчик менял тоже, датчик температуры газа. Вот тут провода, видать, что-то, ну, переломились, или что, вот так, потому что шевельнешь проводку, раз он работает, то работает, то не работает, короче. Тут редуктор стоит. Какой-то там ассеттел редуктор, что ли. Тоже редуктор, ну, я разбирал его, только чистил внутри. Разбрал, почистил там все, помыл. А так все вот стоит, родной, до сих пор все работает. Тут есть, вот он, насос на печку, вот он идет, дополнительный, как бы, ну, нормально, как бы, ты его включаешь, там можно кнопочкой включить. Да, газ поставил-то сразу же вообще, как только машину купил, немножко поездил, расход вообще, бензин улетает. Вот на стрелку приборов смотришь, на указатель бензина, она вот прям так на глазах прям падает, короче. Вот он, сам компьютер этот, газооборудование четвертого поколения, вот Альфа-Эс называется. Вот он, провод такой идет, для диагностики. У меня есть провод, покупал я специально все, сам все, ну, делаю, проверяю, настраиваю, тут ничего сложного такого нету. Там подключаешь кабель, компьютер, вот, ноутбуку тут, сюда, в машину ложишь, ноутбук, и там смотришь параметры, все можно настраивать там, так, ну, удобно сделано. Вот газооборудование, типа, говорят, что, ну, там, клапана прогорает, что-то еще такое. Вот я сколько проехал, 148 тысяч вот пробег, ну, вот 130 я проехал на газе, но никаких проблем не было вообще с газом. Масло чистое, между прочим, когда вот масло меняешь, оно сливаешь, оно даже как-то, ну, не черное такое, ну, чуть-чуть такое черное, оно не сильно, даже на щупы, щуп подымаешь, когда на щупе смотришь, оно такое, ну, как, чуть-чуть такое темновато, и все. Ну, как, оно намного как-то масло чище, и за счет этого, как бы, считается, что, ну, ресурс двигателя намного больше на газе. Ну, вот он, видно, как, покажу, вот оно такое, видно, ну, черное, конечно, тоже, но не сильно. Да, вот уже через 2000 надо вот менять масло. Если бы на бензине ездил, сейчас масло бы вообще как гудрон такое, черное-черное, вот, типа, его бы было. Бошевский поставил, вот этот привод стеклоочистителей, потому что тот родной, который был, поначалу вроде наработал нормально, потом все хуже-хуже так, и он едешь так, дворники раз так, чик, и так вот посередине так окна. Они раз так встают, останавливаются, все не работает. Потом что-то раз сами по себе, раз, начали работать опять. И вот так клинит, постоянно так стали клинить. Ну, то клинит, то не клинит, так вот, непонятно вообще как-то. Все, поменял, даже видео где-то у меня есть, я менял там, показывал. Поставил, и все, стало отлично работать, никаких проблем. Короче, потом, что еще я делал? Как-то на пробеге где-то 1100, что ли, было, ну, видео у меня есть тоже. Или 90-е, я не помню. Менял цепи все, а стало что, стало бренчать цепь. Между прочим, сейчас тоже цепь бренчит, какая-то нижняя, походу, стала бренчать недавно. Так, брен, брек, 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 как что, так глухо, так сейчас, я вот попозже заведу, покажу. Надо, короче, нижний натяжитель снять, посмотреть, что там такое, может, хреново, может, натяжитель просто что-то не того, сломался там, или что-то, ну, не натягивается. Гидронатяжители тут же стоят. А цепи менять стало что-то, стало брякать что-то. Цепь вот как-то нижняя, как похоже, что ли, бляк, 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 так на оборотах каких-то на разных, ну, там, газонешь так как-то. Разобрал, скрыл, все нормально, цепи все целые. И оказалось, что на коленвалу там вот эта шпонка, ну, как, видать, как сказать, на коленвалу, короче, шкив стоит, он затягивается гайкой такой большой, ой, болтом. И вот этот вот болт, он наслаб просто. И вот это, видать, шестерня нижняя, которая на коленвалу-то стоит. Вот эта шестерня стала вот так вот ходить по коленвалу, так вот туда-сюда, туда-сюда, вот так брякать. И вот этот шум стал из-за этого, видимо. И я разобрал попутно сразу все, поменял цепи, все поменял полностью, весь комплект. ну пробег все равно 100 тысяч но по идее они ходят 200 тысяч спокойно вот эти двигателя даже больше вот у нас буханка есть рабочая я показывал тоже у меня видео есть про нее буханку эту там я головку снимал тогда помню прокладки пробивала там что-то видео у меня есть там много видео про нее есть давно что-то я не снимал ее правда и на ней короче на этой буханке 240 что ли 260 или больше уже даже сейчас наверно вот она до сих пор все она ездит и вот этот пробег и вот цепи еще не меняли ни разу вот на эту той буханке цепи как стоят вот заводские до сих пор не стучать не бренчат ничего так что еще вот частенько проблема бывает масло чтобы падать вот эти модули зажигания достаешь так раз достал их а там масло внутри тут масли тоже постоянно было это все прокладки поменял сейчас тут на герметик все там вот эти все крышки делал на герметик тоже сейчас поменьше вроде текет более-менее как-то стало потом так чё еще генератор хочу сказать что в генератор генератор стоит родной менял щеточный узел с этим с регулятором напряжение машину ну допустим вот езжу раз приехал куда-то или тут домой приехал машину поставил и там дня два-три не езжу на ней или там неделю потом раз чик все аккумулятор севший а видимо ну где-то все ток теряется где-то сигнализация всякая ерунда тут он телевизор там стоит магнитофон и потом я сделал вот такую штуку барашек просто так раз берешь клемму скидываешь и все получается я думал ну чё-то садится думал может аккумулятор плохо заряжается и вот поменял этот регулятор вот эти ремни генератора берешь какие-то ну дешевые простые а тут у нас вот я только знаю в магазинах у нас тут вот красномишевске тут самые фуфло какие-то ремни или продают самые дешевые которые там стоят там они там не знаю 200 рублей там 300 там сколько-то не знаю такие дешевые какие-то китайские наверное какие они вообще их короче хватает ну там я не знаю точно 10 на 15 так вот и хватает вот как масло меняешь обычно и попутная со ремень обычно меня а потом сейчас последний раз я купил какой-то хороший ремень дорогой что-то не помню как называется какой-то короче самый дорогой я купил вот он сейчас долго уже стоит так 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 чё еще делал помпу менял один раз ты что охлаждение вот он здесь стоит когда-то не помню сколько тысячах 1090 100 может было сколько-то не знаю потом так тут гидромуфта же еще стоит вязка муфта вернее вот она вентилятор крутишь таки прокручивается короче говоря вот эта гидромуфта до сих пор родная стоит еще не менял ни разу не гидромуфту не сам привод вот тут как валут в этой крышке вот крышка и в ней как бы так сделан как бы ну крепление этой гидромуфты это ну вала шкива вот этого все там они бывают подшипники здесь ломаются у него брата ломался на уазике это подшипник там расхерачивал так он болтался то ли гудел он что-то не помню менял он целиком с этой крышкой меняется потом что гидроусилитель рулевой как он родной стоит как стоял так и стоит только я регулировал про неудобно так сделано конечно гайкой тут под шестигранник сделано короче здесь такой к болт гайку ослабляешь вот эту и шестигранником можно подкручивать убирать люфт и там вот как бы надо чтобы как бы сказать многие не знают про это вот бывает рулевое стучит в уазиках кто это ну в уазике имел как бы имеют она не знаю про это едешь такие рулевое так тык 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 так стучит что там рулевом это вот из-за того что не отрегулировано это рулевое его берешь просто ослабляешь гайку и чуть-чуть потихонечку на под только не помню в какую сторону там вот было бы написано как-то в какую сторону хоть регулировать где-то в инструкции там или где-то вот здесь какие-то стрелки были не знаю надо как замечать а замечал маркером и тихонечко раз в одну сторону крутанешь так его затянешь гайку опять и проверяешь как все ну люфтом есть нету и только получается маленький люфт небольшой совсем и но ты вот этот люфт то что она стучит рулевом там знать ну шестерни там между собой что-то тык тын 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 стучат а если туго сильно затянуть короче через чур он как туговато начинает руль как крутиться ну так не очень как-то так и на попасть вот этот момент как раз чтобы как бы не туго было и не слабо потом что еще еще неисправность одна была радиатор менял ты я так сколько-то тысяч 30 раз то где-то 30 он уже мне кажется когда машина купил уже начал течь потихонечку вот здесь по краям где-то вот тут начало течь и с этой стороны и с этой вот где бачок приварен как бы кто там где-то 1000 на 20 на 25 потом сильнее сильнее потом где-то 1000 на 40 я поменял радиатор купил вот он латунный латунный радиатор покупаешь все и забываешь про это такое тоже такая неисправность была воздушные фильтр короче вот этот фильтр воздушный я менял блин я что-то не помню даже менял я вообще его мне кажется или может один раз менял я всего а может вообще не менял но они короче я сколько раз разбирал его фильтр посмотреть что там какой он грязный не грязный он они всегда чистые внутри все я не знаю почему ну блин в чем в нем грязи даже почти нету никакой там так его потрясешь немножко так он какая-то пыль немножко там есть потом чё еще вот датчики вот эти всякие то это вот все это ну все работало вообще на двигателе датчики ни один датчик не менял вот эти вот вот датчик какой-то тут там потом где внизу там этот датчик положения коленвала потом здесь датчик вот он стоит не ни один вообще датчик на двигателе не менял детонации датчик там тоже не менял вот я покупал только вот эту да у меня где-то в сиденьем лежит машине модуль зажигания резинку у меня разъела тогда как-то давно уже а их эти резинки они не было не продавались они отдельная пришлось не модуль купить целиком ну думаю это в запас пускай лежит если мало ли что тут собой вожу и там покажу потом попозже и вот этот датчики разбирал делал датчик давления сейчас он тоже неправильно показывает он что-то как-то мало показывает мне кажется через черные но меньше давление куют то неправильно стал показывать его разрезал даже видео то мне есть вот я тут распиливал сыг разбирал там едят что-то не помню там отпал там провод на нем что ли какой то внутри там я это как-то не плохо ставлен работать при паял г happened kulche и все нормально стал а перед этим их ну хотел поменять купил датчик какой-то не знаю какое фуфло такой датчики или китайский какой-то он я не знаю купил он поставил новый датчики он короче у меня показывает стал давление 5 очков даже на малых оборотах газуешь там вообще 67 показывает и у меня это пищит постоянно это стало пищать там в кабине это пищалка типа давление повышенная ну что неисправность какая-то пищает пищит постоянно мне надоело я потом старый этот сделал давно уже такая фигня появилась короче вот усилитель для тормозов и такая ерунда допустим с утра машину заводишь на холодную пока она холодная даже ну летом как-то не так вот зимой машина прогрелась как бы стоит вроде все ну поехал ехать начинаешь допустим раз тормознуть на отечет на тормоз то раз я у не тормозится машина но не работает как ну как вакуум не работает смысле усиления нету короче говоря и так надо раза два три так нажать на него сначала 1 раз нажимаешь понажимаешь и потом раз начинает работать не знаю из-за чего такое видимо что-то внутри где-то клапан может тут заедает замерзает может что-то попадает вода кает он какой-то между прочим не русский а он чеш репаблик написано made in чеш репаблик а так работает нормально все это все как бы вот цилиндрик сан тормозной вот это не разбирал ни разу ничего вообще не делал как он стоит так и стоит манжеты манжеты менял данных на тормозных цилиндрах на задних как-то тысяч тысяч девяносто 100 где-то было я полностью все ступицы перебирал тут и в заодно там эти манжеты менял резинки там колечки все эти цилиндр сам не менял целиком сборе от просто резинки поменял тормозные колодки вот до сих пор здесь родные стоят заводские задние передние уже менял один диск тормозной меня вот не так давно только вот с этой стороны первый раз менял я на колодке передние где-то тысяч семьдесят пробег уже был и потом второй раз уже вот тут ну недавно когда 1120 130 было может только то не знаю не знаю знаю так что что по двигателю а короче стала такая фигня последнее время но давно уже вот это дроссельная заслонка что-то как заедает едешь допустим когда разгоняешься резко газ так ну даешь разогнался разогнался на другую скорость когда переключаться начинаешь сцепление выжал газ бросил а двигатель орет все равно не сбрасывает короче газ тонким большие обороты кин а потом как это как-то 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 не сразу сбрасывается короче как-то долго так обороты держатся почему-то именно когда при разгоне когда вот едешь на машине а когда просто на месте будешь стоять газой педалью газа газуешь она нормально все сбрасывается все как бы не клинит ничего не могу понять что это такое вот кроме цепей больше ничего никаких проблем не было не возникало с движком что-то ну масло вот подтекала тут вот в эти в колодцы сапун замерзал вот это за выпадывает щуп потом чё а патрубок меня вот этот патрубок шланги менял вот эти ну короче цилиндрик сцепления вообще сцепление не тоже не дело ни разу там тот рабочий целенде сцепления тоже не трогал коробку ни разу не снимал я сцепление не с ней разбирал не делал ничего там как ну все нормально работает как работала так и работает вот как как сновья скажу одну вещь короче говоря стартер родной стоит тоже вот клянусь так сказать мама. Нисколько не вру. Многие, наверное, может даже не поверят в это. Почти 150 тысяч пробега и стартер еще не менее. Как так может быть, я не знаю. Тут на буханке, короче, вот этой, на нашей тут буханке тоже, стартер меняли уже раза три, наверное, или четыре, мне кажется, если не больше. Постоянно что-то ломается, я не знаю почему. Потом что, еще подушки на двигателе нормально все целые, ни разу не менял. Бывают болты ломаются на них. Вот этот болт, который подушку крепит, вон подушка, не видно будет, сейчас темно уже. На буханке вот ломало так, болты эти обламывает и как двигатель, как бы так, ну, на бок так проседает. Ролики, а, между прочим, короче говоря, ролик, вот этот ролик я тоже не менял ни разу. Я его только когда ремень менял, разбирал его там, вскрывал и смазку туда вот, добавлял свежую и все. И вот этот ролик стоит до сих пор родной. Там какой-то подшипник такой, этот, какой-то импортный, не наш. То ли Таиланд написано там, то ли чё ли какой-то такой. Выхлопные трубы. Тут что, у меня тоже родные стоят. Вот коллектор, выхлопная труба туда идет. Все родное тоже стоит. Тоже не разбирал ни разу. Вот труба, ну вот она ободралась тут, вот в этом месте. Ну, она целая, вернее, она не сломана, ничего. Где-то, а вот это крепление ржавело, я менял. Вот этот хомут. И вот этот хомут тоже менял, делал. Вот самодельный, тоже из толстого железа такой вырезал. Хороший хомут, который заводской, он махом ржавеет и он как бы, ну, проседает эта вся бочка глушителя. Там тоже глушитель, тоже всё родной стоит. Ничего не трогал. По подвеске тут что, рессоры менял задние. Ну, давно уже, тысяч 60-70 где-то пробег был. Сломалась одна рессора, я обе сразу рессоры новые поставил. Сайлентблоки вот стоят, как они, рессоры как поменял, вот уже пробег сколько, тысяч 70-80 где-то прошёл, получается, примерно. И вот сайлентблоки как стоят, так и стоят, родные. Ну, что-то, мне кажется, уже какие-то начинают они это, накрываться. На стабилизаторе поперечной устойчивости вот эти резинки, вот эти подушки, вот эти, они как заводские стояли, так и стоят до сих пор. Не менял ни разу. Потом, что, вот эти тоже, на рычагах, на этих продольных вот эти резинки, тоже заводские стоят. Я хотел их поменять, ну, короче, купил резинки, потом что-то раз эти резинки, так они, резина дерьмо. И вот так берёшь, ну, это, как зубами они рвутся, руками даже так можно отковыривать, резину прям ломать. Ну, вот это, которая заводская, которую купил в магазине, в смысле. А вот эти заводские, они мягкие такие, резина мягкая такая, она тянется, она её не порвёшь. И я просто взял, короче, с той резинки, с которой я купил, отрезал такую полоску. И, ну, вот, видно здесь, вот она. И подложил сюда, под эту чашку, просто вот кусок маленький. Ну, как поджал, как бы, тут же, что было, и всё, оно мне ходит уже сколько лет. Подшипник вот этот, подвесной, менял один раз. Крестовины, крестовины, вот, только вот эту крестовину менял. Ну, кардан уже такой, хреновенький, вот этот задний. Он уже, это, как вибрация от него такая слышно, идёт. По идее, надо менять его уже. Ручник тоже ничего не делал, колодки даже не менял ни разу. Раздатку тоже не делал, ничего не снимал. Вообще, раздатку, коробку, ничего не трогал. Вообще, как вот стояло, так и стоит. И передний, и задний мост, вода попадает иногда. Через какое-то время смотришь, как вода какая-то, ну, в масле. Это не помню, вот тут сальник я, мне кажется, менял. На раздатке, на раздатке. А, вот тут вот менял на передний кардан, короче, на фланце сальник тоже вроде бы. Потом, что ещё? А, пружины менял. Передние. Пружины можно было, по идее, сюда вот подложить что-то. Какие-то проставочки добавить просто и всё. А я что-то... Амортизаторы родные стоят вот эти. Задние амортизаторы тоже родные стояли. Вот недавно вот с этой стороны сломался амортизатор. Сейчас покажу. Покажу, вот. Вот новый стоит, видно. Вот это ухо, ну, нижнее только. Оно вот здесь прям так обломалось. Ну, как вырвало. Ну, от старости уже, видать. Просто уже видно, что там металл, просто трещина была. Вот у этих уазиков, у хантеров и у этих вот. У них болезнь, вот здесь трещина. И с той стороны там трескается, как, ну, видать. Амортизатор так как бы, ну, работает, как бы ударяется. Ну, я прям не снимаю, тут просто подваривал вот с этой стороны. Здесь и с той стороны тоже подварил. Наконечники рулевые. Короче, здесь написано на коробке, типа, поставщики завода-изготовителя ульяновского. С визитным пульничком таким. Ну, так аккуратно все сделано. Вот на этой тяге, которая от рулевого идет, вот она заводская. Ну, в смысле не заводская, ее меняли, видать, прошлый хозяин, у которого я покупал машину. Он ставил вот эти наконечники, видать, новые, менял. Стоят все еще, вот, 150 тысяч пробег. И вот на этой только менял. На поперечной тяге, вот на этой, между колес, которые. И то они целые были, просто резинка вот эта порвалась. А, потом саленблоки еще менял вот эти. Один раз вроде бы. А нет, в рул два раза. Потом, а, вот тяга эта еще идет, как она, поперечная вот эта тяга. Как она вот эта, реактивная штанга-то. Вот ее тоже, вот заводская стоит, ничего не трогал вообще. Потом, что еще? А, шкварня. Один раз, мне кажется, я делал их. Или не раз, а два, наверное. Поначалу я просто менял эти, вкладыши там внутри, которые стоят эти, бронзовые. Тут стояли пластиковые. А, нет, вру, уже бронзовые. Видать, прошлый хозяин менял, ставил бронзовые. Я потом тоже бронзовые просто, ну, разберу тут, как бы, бронзовые эти вкладыши поменяю, опять дальше езжу. Ну, насколько-то, в принципе, надолго хватает. Где-то, ну, я не знаю, ну, блин, тысяч на 40, на 50 хватает. Да, и спокойно, даже больше. Если подтягиваешь корни вовремя, если шкварни не подтягивать, слабые будут, колесо вот так начинает болтаться и все разбивает там этот вкладыш. И последний раз менял полностью, все менял пальцы. Это уже, ну, когда, ну, тысяч 100, наверное, больше было, наверное, даже. 110, может, 120, так было. Полностью я менял все пальцы, все эти, ну, все полностью внутри, новое оставил, комплект покупал. И все, до сих пор все работает. Так, еще не сказал, передний кардан менял. Раза два уже, наверное, или три даже, я что-то не помню уже. Его он схватает, кардан передний, ну, где-то тысяч на 30-40, так может. Его разбивает не крестовина, а именно вот шлицы. Шлицевое соединение разбивается и начинается вибрация потом. Хотя крестовины вот заводские, как стояли, так и стоят эти вот на кардане. Им ничего не делается. Фары тоже вот нормально как бы светят. Светят вообще очень сильно. И дальние, и ближние одновременно. Блин, такая, ну, как освещенность такая хорошая. Так, что еще, что еще, что еще сказать? А, поначалу все тасол был у меня долго времени, все нормально было. И потом когда-то, ну, я не помню уже, какой момент, там, 70-80, может, не знаю. Или больше, может, уже, я не помню точно. Начал тасол вот это ржаветь внутри. И охренел, что-то такое, почему такая фигня? И это не первое, так сказать, не первый раз такое. Потом в буханке такая же фигня была. Тоже так же промывали, это ржавчина была. Там аж потом эти, на помпе лопасти разъедают ржавчиной. Ну, ржавеют они все. Потом такая же херня была на Ниве у бати. И на Урале. Вот у меня, который Урал, лесовоз. На нем такая же хрень тоже была. Тоже вот в том году я делал, разбирал там аж гильзы все, ржавчины. Блок аж такой, проржавел внутри. Патрубки все ржавые от тасола, от этого. И антифриз как-то заливал даже, и тасол заливал другой. Почему-то не помогает, все равно ржаветь начинает. Секрет такой дам, скажу один. Вот, пока они залили вот такой-то сол. Ой, антифриз. Лукойловский, вот красный. Заливаешь его и забываешь про ржавчину. Ну, промыть сначала она перед этим. Никакой ржавчины вообще нету. Я не знаю, почему-то сол ржавеет. Это непонятно вообще. Такая вот фигня была, короче. Что еще? Блин, что-то длинное видео такое получается уже. Ну, надо все это рассказать. Все, так сказать, плюсы и минусы этой машины. Все проблемы, мы так скажем. Ну, по деньгам-то, как бы я не сказал, что там много, как бы, расходов я на него истратил. Ну, каких-то на ремонт, да что вот. Расходов мало было. Ну, радиатор вот самое дорогое. Лет 7 назад где-то, наверное, покупал я радиатор. Он стоил то ли 9 тысяч, то ли сколько-то, 10 так вот где-то. В таком диапазоне. Ну, он такой, видать, наш, что ли. Не китайский какой-то, видать. Ну, хороший радиатор. Вот он ходит до сих пор, вот только стоит. Никаких проблем вообще нету, не текет ничего нигде. Вообще не мокрит, вообще нисколько. Короче, вот здесь сделал сетку вот сюда. Тут заводской не было сетки. Это я тут снимал вот эту всю хрень. И сюда листья всякие, вот эти иголки, которые падают с деревьев. Она сюда все падала и туда внутрь потом. И там вот так вот, короче, вот в этой пластмассовом, вот в этом ящике. Вот здесь вот, там пол ящика этого. Было листьями вот этими иголками всякими запрессовано, гнилыми. И так, даже из поначалу, я сначала ездил, еще не мог понять, что такое, думаю, воняет чем-то. В салоне печку включаешь, как гнилью какой-то пахнет. Сетку сделал и нормально все стало. А на ногах уже вот сеточка стоит с завода, так сказать, вот это тоже плюс. Вот эти хорошо упоры. Хочу сказать про электровентиляторы. Вот здесь два, главное, такие мощные, здоровые такие. Вот они тут, я не знаю, видно будет, нет? Короче говоря, вот эти электровентиляторы у меня срабатывали что-то один раз вроде бы. Хотя где-то по грязи везде там ездил, где-то фиг знает каких условиях. И по лесу, и по грязи там буксовал где-то бывало. Включались-то как? Вообще приехал, ездил, ездил, что-то я сюда к дому подъехал, не помню, летом наверное было, жара была вроде бы. Еще поставил машину, она постояла сколько-то времени, и потом я включил опять зажигание, что-то, или поехал куда-то, и вентиляторы включились. Или они сами по себе включились, я не помню даже. И они начали гудеть, видать, ну постояла машина немножко, как бы двигатель тепло отдал, такая вот фигня. Блин, что еще, я не знаю, что сказать. Короче, тут можно вечно говорить про УАЗик. Зеркала вот нормально все работает, тут вот скололось немножко, как бы сковывается, так четко все работает зеркала. Электроприводы на зеркалах вот нет у этих ручных крутилок. Подогрев сидений не стал работать, вот что, я не знаю почему. Давно уже не работает, кнопки вот эти. Включаешь, тут показывает, что как бы горит, как бы типа работает, а на самом деле, ну, не греет. Так, ну что еще хочу показать. Здесь сделан телевизор такой, монитор. Тоже прикольно, можно смотреть DVD. Но тут, правда, в нем нету, ни USB порта, ничего нету, еще такой, видят, старый, старого образца. Диски сюда вставляешь, можно DVD смотреть. Короче, здесь флешку вставляешь, тоже можно фильмы смотреть, мультики, ну, короче, видео, что угодно смотри. Еще так-то прикольно, конечно. Колонки четко вообще играют, вот здесь колонки впереди стоят, и сзади две колонки здоровые. А, вот колонки еще маленькие, пищалки еще есть, да. Тут и там тоже. Сигнализация тут стоит с автозапуском, все работает тоже. Так, что еще, подстаканничек. Ну, и, короче, не пользовался ни разу этим подстаканником. Бутылку взял, попилки, подавил. Ну, я обычно сюда просто ложу, вот сюда куда-то. Вот такое переключение вообще удобнее, конечно, намного, сто раз, чем сейчас, которая новая, это эти, с шайбами этими, электрическая, это, конечно, херня какая-то. Ну, там коробка другая, ну, раздатка в смысле. Тут коробка корейская стоит, даймос, или как она направлена, да, даймос, наверное. Коробка, конечно, четко вообще переключается, все, передачи там, все четко вообще переключается, вообще проблем с коробкой не было. Как стояла она, так и стоит, вот, только масло на ней менял я. А, вот, не сказал еще. Короче, бортовой компьютер, и он, это я сам уже ставил, тут вот этот, как он, дефлектор один, вот этот средний убираешь, он, по идее, нахер тут столько дефлекторов каких-то, я не понимаю вообще. По идее, бы хватило двух, достаточно, и тут можно было сразу с завода делать компьютер такой бортовой. Вот, Prestige U12 называется, через интернет покупал. Ну, мне самое главное надо было, вот, диагностику, ошибки, сброс ошибок, параметры всякие тут, просмотр параметров, да что, ну, вот, сейчас брошу ошибки. Там ошибка одна была какая-то. Все, ошибки сброшены. Бывает, чек загорается иногда, вот, на газе, когда ездишь, ну, вот, без газа если ездишь, то нормально, как бы, чеки никакие не горят. Потом сбрасываешь его, допустим, потом долго можешь ездить, неделю можешь ездить, не горит чек, потом раз опять загорится почему-то. Че, непонятно, как, че, какая логика в этом. Сбросишь, не влияет вообще, можно не сбрасывать, просто она перед глазами маячит, эта лампочка горит. А, еще, короче, одна неисправность, тут появилась недавно, вот в эту зиму, вот эта печка, которая здесь стоит, она не стала работать почему-то. Получается, допустим, двигатель все горячий, как бы, ну, все вроде бы, как бы, вот эта основная печка работает, которая тут стоит, а вот эта, она не работает, она тепло не выдает. Все, включаешь, жижит она, вентиляция работает, дует, ну, дурит холодный воздух почему-то, вот, какой-то бред вообще. Двигатель горячий, все, насос вот тут включаю, насос вот здесь вот, и все равно не прокачивая через печку, вот как-то это, не идет горячий, вот этот, ну, тасол туда, антифриз не проходит, почему-то я не могу понять. Хотя, вроде, сверху тут шланги трогаешь, они вроде горячие, такие теплые. Непонятно, короче, то ли она завоздушивается, эта печка, то ли, блин, она там грязь какая-то, но опять, все чистый тасол, вот этот антифриз, чистый весь. Он бы там все равно грязь какая-то поднималась, он бы мутный какой-то был. Может, то, что вот, когда ржавчина-то была, когда тасол этот хреновый был залит, ржавело все, и там, может, ее забило грязью как-то вот эту печку, не знаю. Че еще, че еще сказать-то? Ну, свет, конечно, тут дерьмовый такой, вон, свет, че это свет, что ли? Вот, она нихера не светит, эти вот лампочки, ну, еще, вон, кое-как светят они, че это такое? Какой-то бред вообще, нафиг, тут, конечно, фуфло такое вот это сделано так, вот это, ну, вот это еще более-менее получится. Ну, и то лампочка слабая, тоже, по идее, ну, можно, сейчас продаются, они диодные, может, диодные какие-то, может, она ярче будет гореть. Короче, кузов, че он, весь ржавый, УАЗику 13 лет, он весь сгнил, полностью весь сгнил. Вот он, тут я спилил пороги, они у меня все подножки, все отпали, тут бак отпал у меня тут, куда-то я ездил, приехал, хорошо, как-то по дороге не отпал он у меня, вот так вот, заднее крепление бака у меня так, отпало, он так провис немного. И на переднем только держалось, я тут его на болты прикрутил, на винты тут, вот здесь, крепление, ну, новое крепление, переделал тут немного, там тоже. Ну, это видео где-то я снимал, показывал тоже. Внутри тут все, двери все ржавые внутри, вот, вот здесь еще более-менее тоже, это как бы еще, ну, вот тут уже все, тоже вот тут сейчас насквозь будут дырки. Вот сейчас пушь нажимаем, вот оно продавливается уже, вот здесь тоже, вот крыло, как он называется, локер или как они вот эти, он все отпадает уже. С той стороны отпал, вообще я его снял, сейчас покажу, здесь тоже вот еле держится уже. Здесь, здесь я на этой стороне, тут я на заклепке такие делал, как, ну, железки, сюда крылу при загну, ну, приклепывал и к ним уже прикручивал вот этот, подкрылок, этот локер насквозь. Тут вот тоже все двери, да, это вообще дверь мощно сгнила, вот тут самая вот эта хреновая, вот эта дверь, задняя вот эта левая, она вообще вон насквозь дырявая. Вот, едешь зимой, тут все задувает, видимо ветер сюда, холодный воздух, и туда в салон попадает, потому что видно так, ну, слышно вернее, холодный воздух гуляет по салону, вон, тоже ржавеет все, дырки уже становятся еще сильнее, с каждым годом все сильнее и сильнее. Вот пороги, вон они все гнилые, я сейчас не знаю, что с ним делать, с лазиком, посмотри, вот тут вот недавно, сейчас, за эту зиму, этот подкрылок, этот локер отпал, я его снял, тут все полностью сгнило, он все гнилое полностью, вот, вот ломается. Вот, что это такое, вот, кошмар вообще, вот там куски, вот, ржавчина, вот, там внутри какие-то усилители, там все тоже сжало, вот он ломается, вот ломается, вот куски, прям вот они выпадывают, такими кусками, вот он, это железо все было. Вот оно, это железо, оно вон какое-то толстое стало, оно как проржавело, так сказать, и вот такое, как камень стало просто, вот оно, и оно ржавеет, главное изнутри, там все, где скрытые полости вот эти. Так, фонарик включим сейчас, тут у меня вот под сидением, так, ну вот удобно сделано тоже, можно сюда складывать ключи, у меня всякая фигня, баллонник, вот модуль зажигания запасной от этой резинки, вот резинка тоже вон загнутая какая, она у нее перекосила, или как-то она не залезла тут что-ли до конца. Молоток, кувалдочка тут у меня даже была, а, вон она, кувалдочка там лежит, вот, под тем сидением, вот комплект для этих, для ремонта шин, вот это жгутки, да что там, вон кувалда, цепь там есть у меня еще, вон цепь лежит на колеса, ключ ступичный даже с собой тут у меня есть. И вот этот набор, комплект вот он, для шкварня на подшипниках, тут лопата обязательно с собой вожу всегда, баллон сделаем, как бы с края так сюда сделал его, чтобы он не мешался. Сначала мне сделали его прямо сюда на пол поставили, там когда газобаллонное оборудование устанавливали, я потом его сюда переделал наверх, там крепление сварил, вот здесь все там крепление такое, переделал его, переварил и так поднял как бы кверху его. Ну вот задняя дверь, вон она дырявая, насквозь полностью сгнила, вот она, прям туда насквозь все, отверстие там, так сказать, сгнило, вот здесь тоже все полностью сгнило, за 13 лет считай, все полностью сгнило, вот она, вот дверь, вот она какая, вот что это ты, ё-ка, не бабай, ёшкин, эти фон, да, 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 да. Все полностью идет, вот так гниль уже пошла, здесь и вот здесь все скоро тоже будет гнить полностью вот это место, вон оно все тоже уже трещит, и вот здесь пошло сюда уже, ну да, внутрь, вот оно, скрытые полости гниют, вот там, которые внутри. Видать, как конденсат, сырость там постоянно, вода, колоночки мощные, играет вообще четко, суперски. А вторая, вот она здесь, за баллоном стоит, 80-90 тысяч, делал задние ступицы, полностью перебирал, ну подшипники все, старые оставил, подшипники можно не менять, их просто разбираешь, моешь, если, ну, вовремя, так сказать, разобрать, пока они еще, ну, не износились они. Если грязь не попадает туда, обычно, как получается, что происходит? Сальник на ступице, который стоит, он изнашивается, и туда внутрь начинает попадать грязь, вода, всякая параша. И если не смотреть это, не менять ничего, там просто он потом заклинивает весь, вот там все, перехерачивает, можешь прям полностью чулок, ну, тут все провернуть. Вот, чтобы до этого не доводить, надо просто, где-то 1070-80-90, просто разбираешь ступицу, все ступицы, меняешь там, ну, смазку все, промываешь, подшипники моешь, новый сальник ставишь, новую смазку, и все, обратно ставишь, регулируешь как положено, и все, опять ездишь, опять 70-80 тысяч ездишь так же. Можно сто лет на одних и тех же подшипниках ездить, там, ну, не знаю, 200 тысяч, мне кажется, проедет спокойно. И передние так же, то же самое. Ну, УАЗик так, машина, короче, по проходимости, конечно, она равных просто нету, ну, вот эти, Хантеры, Буханки, вот они, ну, примерно одинаковые, еще резину, если мощную поставить какую-то хорошую. Ну, и так, правда, ездил по таким дебрям, мама не горюй. А так, если вот по трассе, я далеко ездить куда-то, блин, она, конечно, неудобная машина. Ну, как в смысле неудобная, ну, как-то устаешь, все равно, как-то не тянет она потом еще. Движок слабый, все равно, машина, получается, две тонны весит, пустая, даже больше двух тонн. Где-то кого-то обогнать, допустим, блин, вообще просто мощи не хватает. Ты едешь, едешь раз на обгон, там, на четвертую, на третью надо включать, все равно она не тянет, она, блин. И даже это, ну, у меня на газе, конечно, но разницы нет, что на газе, что на бензине все равно не тянет она. Где-то 100-110, если едешь, допустим, за кем-то и кого-то обогнать на этой скорости, блин, вообще нереально просто. Там такой, ну, промежуток, наверное, впереди, чтобы был, чтобы встречных машин не было и прямая дорога, чтобы быстро, ну, обогнать, успеть, как бы так сказать. Я обычно где-то 100-110 так вот езжу, ну, редко там дашь, где-то 130-140, где-то торопишься, может, куда-то или что. Все, управляемость нормальная, у меня все регулировано, схождение, все там четко. Шкварня затянут и подтянут. Если шкварня слабые, между прочим, будут, ну, колеса, получается, будут вот так болтаться. И машина начинает рыскать по дороге, вот так вот вилять как-то, подвиливать. Едешь она раз-раз так вот, как сама по себе, как-то начинает так вот, как будто бы колеса, кажется, не прикручены. Такое было как-то, помню, но ездил. Надо посматривать иногда. Ну, каждый тысяч, 10-15 так их посматриваешь, проверяешь, как бы, подтягиваешь шкварни, если они слабые. Ну, лучше даже, даже если не болтается, немножко все равно подтягивать. Чуть-чуть его раз-подтянул. Как бы не ждать, когда оно слабое будет. Потому что, когда ослабляется шкварень, там он уже начинает разбивать, и все, уже потом бесполезно подтягивать. Там, он потянешь, оно сколько-то времени немножко проехал, и все, опять начинает болтаться. Уже, ну, разбирать полностью, менять там все. На бензине, если расход, ну, примерно где-то литров 13, где-то, может где-то 14, так вот, мне кажется, расход. Но я на бензине, честно, вообще не засекал, сколько у него расход так. Ну, примерно, только могу сказать. А на газе расход засекал где-то литров 16, примерно на газе. 16, так, 17, может, так, силы там, 18. Плюс-минус там, ну, зря какие-то условия. Не зависит от скорости еще, вот замечал расход. Как-то, ну, большой разницы нету. Что, допустим, 120 едешь, что 10 там, что 90 вот едешь. Как-то расход все равно примерно вот такой же одинаковый. Там, допустим, ну, сколько-то там на газе там 16, там, 17 литров, допустим, примерно. Заводится зимой нормально. До минус 30 спокойно заводится вообще. 5 В-40. Вот я заливал масло обычного колоска. Если аккумулятор что-то хреновенький подсядет, тогда уже, да, может не завестись. Вот решил еще добавить немного тут. Брякает что-то. Где-то цепь, походу, блинчик нижняя. Это вот там, где-то внизу. Вот брякоток стоит. Вот так троит это постоянно, главное. Когда на холодную заводишь, немножко поработает и начинает троить. Надо выключить машину, ну, заглушить и по-новому завести. И потом нормально будет уже. Вот сейчас. Все. А так человек горел желтый сейчас, моргал. Ну, как сказать, пропуски зажигания, типа, в каком-то цилиндре. Заводится нормально машина, главное, все какое-то время поработает. Мне кажется, было бы, он брякает так, а глушит, по идее. А тот что-то там отпадет, нахуй. Дима компенсаторы клапанов, ничего не делал. Вот так заводские стоят, как и стоят. Не разбирал ни разу, ничего не менял. Как-то бывает, они иногда заводишь, как-то на холодно начинают брякать. А брякает, по брякает, прям перестают. На оглушитель, нахуй, что-то там всех порвется. И что еще хочу сказать, что хочу УАЗик продать, купить другую какую-то машину, что-то поновее. Типа что-то Соболя какого-то, не знаю, так присматриваю пока места, скажем. Не знаю, еще думаю. Ну такой Соболь, чтобы какой-то дизельный он был. Ладно, на этом буду, наверное, заканчивать, не знаю. Так сама по себе машина, конечно, нормально, ездить можно как бы. А тут, вот даже у меня, допустим, вот салон, все в идеальном состоянии, можно сказать. Тут все новое почти. Сидения чистенькие, все новые. Чехлы у меня стояли вообще в основном все, в основное время. Ну как бы я их снял, потом что-то хотел постирать туда-сюда их, в чехлы эти. И потом так и не поставил, так они у меня где-то в сарайке там лежат. Можно сказать, идеальные сидения. Они новенькие, я считаю. Тут ничего не натертые. Ну вот здесь по углам обычно рвутся, вот тут вот, где залазишь. Проливали немножко, вот тут она тут есть, какие-то вон. Задние сидения, вон они тоже. Вон они все в идеальном состоянии. Их так пропылесосить немножко только и все. Так они все чистенькие, ровненькие. Ну машины, короче, нормально, ездить по идее можно. Но вот то, что она ржавеет, это, конечно, жесть полная. Как-то так тоже, я не знаю, какую-то оцинковку там делали бы какую-то, или еще там, я не знаю. Или какие-то вот эти внутренние полости, их там как-то смазывали бы там, что это, мавилем там или чем-то, не знаю. Обрабатывали сразу с завода как-то. Или какие-то, ну заглушки были, допустим, их открываешь там, раз, обработал через какое-то время, там через 3 года, через 5 лет. Тут, мне кажется, ничего, никаких заглушек нет. Ну я не знаю даже. Я хочу другую машину какую-то купить. А эту продать, наверное, продам. Если что, в комментариях пишите, кто может, кому-то, может, надо будет. Кто хочет такую купить. Не знаю даже за сколько, тысяч за 150, там, может, меньше за 120, там, сколько-то цена. Не знаю, ну как цены сейчас на машины поднимаются, все, выше, выше постоянно. Вон смотришь, УАЗики там какие-то, древние УАЗики, 90-х годов каких-то даже, где-то видел тут на Авито. По 200 тысяч там стоят, я не знаю, там, что там металлолом этот покупать за 200 тысяч. Ну опять, такие цены, а что делать? Если новый УАЗик миллион стоит сейчас, под миллион там, больше даже. Проехал я на нем 130 тысяч километров. В основном все на газе. Клапана не прогорели, ничего, все нормально. Это газооборудование четвертого поколения, Альфа называется газооборудование. Так ездить как бы можно, нормально, как бы мягко идет. По бездорожью, по плохим дорогам, по ямкам каким-то едешь, пофиг дым. На полный газ, и там по ямам, она прыгает, подвеска, все это, ну как, глотает все, так сказать, ямки. Ну трясет, конечно, но колеса, да что, вот они все это, не загибаются, диски. Вот сколько я ездил, короче, диски ни разу не загибал. Ну бывает такой асфальт там плохой, какой-то ямками там, или что-то вот, ну, гравий какая-то такая. Легковые едут, тихонечко там, как скорость снижают, там тихонечко, так объезжают каждую ямку. А я еду на полном газу. А стеклоподъемники не сказал, вот эти стеклоподъемники. Блин, такие дерьмовые стеклоподъемники вообще. Они нихера не работают, постоянно как-то поднимаешься, такие или как, так поднимается что-то. Опускается это нормально, а потом подниматься не поднимается. И регулировал тут, и разбирал двери там, как бы, ну, их стекло вот так ровно делал. Особенно вот эта правая, постоянно что-то вот так клинило. Даже на Chevrolet Nivie вот у меня вот отца, сколько я, уже пробег там у них 200 с чем-то, 250, наверное, примерно. Там вообще там, там они нажимаешь на них, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж они так легко раз раз поднял вот еще могу добавить то что как бы непривычно поначалу когда на уазике если кто не ездил никогда не ни разу на уазике когда если допустим вот только на легковых машинах ездил и потом сел ну вот допустим на патриот или на буханку танкует и ты едешь и у тебя кажется машина так раз раз как-то сама по себе так начинает вилять по дороге она постоянно под рулить как-то ну как кажется как будто колеса как что-то не прикрученная так вот виляет как-то немножко это как на особенность такая вот конструкции машины как бы колеса или может колеса сами вот эти они как мягкие такие как плавают то что большие колеса из-за этого может говорят на каких-либо ландкрузеров там на prado также тоже так подвиливает потом на каких-то еще на геленвагенах на многих машинах не только на наших на уазиках допустим такое а я привык уже на машинах на разных ездить как-то я на урале езжу допустим как-то ну как-то еду еду нормально кажется уже привык на уазик сажусь на уазике еду мне как-то пофиг дым нормально тоже привычно на сузуку сажусь тоже мне как-то уже привык как-то ну адаптировался сразу раз и на сузуки уже на сузуки еду мне на любой машине как-то я вот без разницы большой какой-то разницы нету я еду на любой машине как-то не ощущаю даже какую-то разницу что там что-то на другую машину сел что там неудобно как-то скорости переключать на автомат сел на сузуки там автоматом на автомате еду не надо ничего не дергаю рычаг там переключаю нормально все вот на уазике как бы тоже так вот поначалу кажется что виляет потом привыкаешь и она как бы нормально никаких проблем в этом как бы ну а он не влияет на как-то но устойчивость она управляемость автомашины машина сама на ровно идет тебя бы ее не надо там так подруливать что там искать там положение какое-то прямолинейно но как сама дорогу со но ну как бы знает просто немножко вот так вот едешь как-то она немножко так как туда-сюда как-то покачивается ну как рыска я чуть-чуть там ладно то буду на этом заканчивать обзор такой отзыв об уазике патриоте через 10 лет эксплуатации проехал я на нем 130 тысяч это примерно 10 лет с момента покупки ну считай что почти с новой машины 18 тысяч пробег был и машина сгнила вся так что сейчас буду не знаю продавать на покупать что-то другую машину не охота мне перебирать да никогда мне делать тут говыряться все этим заниматься куплю что-то поновее просто буду ездить на ней и много тем более не езжу по идее этого по идее на этой много не езжу пусть она как идея пусть стоит потом надо что-то съездил куда-то опять поставил пусть стоит ржавеет дальше не знаю короче буду думать если что пишите в комментариях там кто что думает по этому поводу добавляйте какие неисправности на уазиках бывают еще короче ладно на этом заканчиваю такой видео обзорчик отзыв реального владельца причем всем всего хорошего удачи пишите комментарии лайки там все такое делитесь своими как бы своим опытом владения уазиков и всем пока заканчиваю на этом до новых встреч пацаны